О, мой бог, ты так красивый и смешный! Спасибо! Можно я угрозить твои волосы? Я! Кто твой хозяин? Влиятельный человек! Более влиятельный, чем Дон? Слушай, я не собираюсь пиписьками мериться! Привет огромным моим зрителям всех возрастов от 5 лет до 20 за убийство с элементами сексуальной потехи! С вами я, ваш верный мальчик, дерни за пальчик, случится прикол! Прямо сейчас мы с вами продолжаем поглощать приключения лысых чрышки, но пред этим желаю предупредить, что отныне сюжет набирает обороты, скорость и прочие существительные. Все эти лагеря на болотах, Харбортауны и монстыри были не более чем подготовкой, обучением. Сейчас же начинается реальный заруб во имя света в Raid Shadow Legends! А вы знали, что в Raid играют только реальные Legends? Для тех, кто не в курсах, Raid это феноменальная игра, легенда, которая предоставила игрокам абсолютно бесплатный опыт консольного уровня. Я сам уже какое-то время играю в Raid, и вот некоторые из чемпионов, за которых я гамал. Жневец и сэр Николас. Оба этих героев прекрасны. Николаса я заполучил некоторое время назад. Он замораживает вражескую команду, наносит сурдиозный урон и обладает феноменальной бордой. А вот Жневец, честно говоря, я даже толком не могу сказать, чем он... Он так мне заходит. Кстати, Raid только что исполнилось два года, игра стала еще больше и лучше, чем когда-либо. Серьезно? В игре уже полтора месяца проходят крутые события и турниры, и это далеко не предел. Сейчас планируется к выходу новая партия эпических и легендарных чемпионов с потрясающей рисовкой, а также выходит обновление для Роковой Башни. Это означает новые награды, новое снаряжение, которое можно выиграть для своих чемпионов. Также вас ожидают новые брутальные боссы, с которыми нужно сразиться, Небесный Грифон и Древний Дракон. Не ждите и присоединяйтесь к сообществу Raid. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 500 инсталлов. За прогрессом скачивания вы можете наблюдать в режиме реального времени в описании под видео. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описании под видео или сканируй QR-код, качай Raid только по моим ссылкам, и в качестве новой Рока получи 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Йотана в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только следующие 30 дней. Прошлый раз мы остановились на том, что нашего героя посвятили в маге, а точнее в начальный такой магический уровень на подсосах у Миндосы. После чего Миндоса уже готовился пояснить за свои планы, но я обрубил видос, потому что мне не лень мыть писюнчик каждый день. Я подписчик Бебуса. Моя последняя клетка мозга плавится в агонии. Пожалуйста, помогите. Богданчик с Тетром следует за Инквизитором, сидевшим за изнасилование крупно-рогатого скота, и лицезреет странные врата в стиле Нехронского барокко. Тут-то пред героем и раскрываются все карты. Вот. Эти врата приведут нас к источнику священного огня. Человечество нужно защитить, и ключ к его защите таится в огне. В итоге положняк таков. Эти врата надо открыть, ведь они может быть ключ к победе над бурями в мире, и, возможно, в борьбе с титанами. Вот чувствует он, что за вратами что-то прикольное. Открыть врата можно особыми ключами в виде кристальных дисков. Откуда ты знаешь, как это открывается? У меня есть один такой диск. И он подходит к замку. Найди эти диски. Найди и принеси их мне. Но эти диски даже хрен не знает где, а имеющийся диск на руках у Мендосы сломан и лишен силы. И что вы думаете? Вся задача по поиску дисков ложится на нашего лысого Варфоломея Петренко, ибо никто более с задачей справится не в силах, да и не хочет. Оно и не удивительно, ведь Полена тот еще сверхчеловек, особенно теперь, теперь, когда его обучили магии кристаллов. Всего в игре есть три типа магии кристаллов. Огонь, лед и просто быстрые колдунские снаряды. Можно долго спорить, что лучше, но я скажу так. Колдунские снаряды бьют быстро и, по идее, помогают лучше контролить противника, но мне же больше по душе фаерболы, ибо бьют по области. Тем более, подобная огненная дичь мне люто заходит еще со времен Диаблы 2. Себе же я заодно поставил задачу прокачать магию огненного кристалла как можно быстрее, чтобы куда эффективнее геноцидить островную живность ради экспы. Еще нам стало доступно рунная магия. Если кристаллы отвечают тупо за боевые снаряды, то тут все иначе. Лечение, свет, некромантия и много других полезных заклинаний. Бесполезных рун тут нет, от каждой есть польза, разве что не согласен с тем, что руна вскрытия замков открывается чуть ли не к концу игры. Из-за этого мне пришлось ломать мозги над тем, качать взлом или нет, и в итоге много сундуков пришлось оставить совсем-совсем на потом. Этот замок слишком сложный. Теперь к поиску дисков. Сами диски раскиданы по всему острову, и просто так наши руки их никто не даст. Ну разве что кроме Дона. А что в этом такого? Инквизитор предложил тому через нашего Богданчика-Соломемчика заманчивое предложение. Пусть Дон спокойно фармит золото из гробниц, никто ему мешать не будет. Ооо, вот это предложение. Ооо, вот это мне надо. Согласен. А он за это отдал все диски, которые нашел. И он отдал. Один диск. Я доверяю тебе. Я оказываю тебе честь. Спасибо, и на этом паштет болотный. Тот же, кстати, наш дюро ведет разговор с правой рукой Дона, и тот дает наводку на один из храмов, в котором болотные работяги потерялись и перестали выходить на связь. Вполне возможно, в этом храме есть еще один из дисков. Туда же мы обязательно отправимся, но чутка попозже. Ибо перед этим еще много дел есть. Как обстановка? Нам постоянно приходится отбиваться от Карлов. Один-два Карла, это даже весело. Но когда их целая стая, это проблема. Недалеко от храма лысый Капитошка помогает отбить атаку Карлов. Карлы, Карл, Карлы! Рико не получил по заслугам. Мило. Это здорово! Свиньи будут счастливы. Кстати, я Дерри. Дерри, свинопас. Это я. Миком же после этого случается награждение инфой, что у этих ребят был на руках один из кристальных дисков, но эти самые Карлы украли его и утащили в свое логово. Вот, пожалуйста. Ну и что же я скажу Инквизитору? Простите, но вы не сможете получить ваш кристальный диск. Карлы используют его как кухонный стол. Нам необходимо как-то вернуть его. Удачи в этом. Эй, теперь это не только моя проблема, но и твоя. Ох. Как бы это ни было странно, но разработчики решили поместить логово Карлов именно тут. Почему тут? Да потому что именно в этой округе мы также залутаем несколько других дисков. Вполне удобно. Кочерыжка же держит свой путь в столь замечательные места и по пути занят чуть ли не самым важным делом. Убивает живность, фармит экспу и старается прокачать фаербол по максимуму. По итогу данная деятельность дошла до абсолютно абсурдных масштабов. Ну, по крайней мере, богданчик тебе стал похож на позднего грязного Фрэнка. Геймплей за магов вынудил меня переосмыслить свое видение жизни. Всю готику я проходил за бойца чисто из принципа, потому что считал магов ехидными гиёчками по сравнению с боевыми гомо-самцами. Однако, пускать фаербол оказалось очень приятно. Буквально чувствую себя солдатом, который убивает безоружных гражданских. Походу, мне действительно придется делать альтернативные серии краткопрогойтику, только где уже буду играть за мага. Корабельный Чири добирается до моста в логово Карлов. Местный охотник подтверждает данную инфу и даже напрашивается в напарники, но наш Сташевский Вадим работает один. До босса Карлов дойти не так уж и просто. Сказал бы я, если бы играл за воина. Но поскольку наш Пятачок теперь обладает корочкой рыночной цыганки, он спокойно смог превратить лагерь Карлов в концентрационный. К сожалению, в моей внутренней жадности очень много сундуков открыть не удалось по причине низкого навыка медвежатничества. Этот замок слишком сложный. Это сильно мою мораль снизило, но потом я встретил того самого начальника Карлов и превратил его в Куру-гриль. Это было неразумно. Ныне же диск на руках. Всего лишь то нужно было оформить небольшой геноцид карликовой нечисти. Гиргер мёртв. Что? Мёртв. Абсолютно. Это дохлый гиргер. Никто мне не верил, когда я говорил, что эта тварь действительно существует. Ха! А теперь мы с тобой знаем, как на самом деле обстоят дела. Следующий диск уже давно должен был быть на руках у Мендосы, но отправленный маг почему-то задерживается. Теперь это, похоже, проблема нашей магической картошки. Само задание заключалось в том, что один из имеющихся дисков потерял свою силу. Планировалось, что эту силу поможет вернуть островной друид. Вы уже, наверное, догадались, что-то пошло не так. И это уже сразу понятно по магу, стоящему около сломанной хаты. Где друид? Если бы я знал, он был бы сейчас здесь, со мной. Похоже, что тут был бой. Неизвестно, что с ним сталось? Нет. Друида нигде нет. Что случилось, непонятно. Шерлок Стэтхэм обнаруживает кусок рукава, лесного фури-мага и понимает, что дело пахнет керосином. Благо, данная находка значительно облегчила расследование, ибо недалеко живет охотница по кличке Дама с собачкой, ибо с мужиком не Камильфо. Здесь где-то друид живет. Он тебе тут не попадался? Какой друид? Элдриком звать. Это тот старый дурак, что живет в избушке неподалеку. Может быть, мой волк Руфу тебе поможет? Она дает в аренду своего мохнатого товарища, и он по запаху приводит к хате, магическому кругу друида, палке, колдовалке, и затем к входу в храм, который запечатан магией не хуже медвежьей жопы по весне. С этим вопросом помогает колдовайся, ибо Бестолыч еще с такими материями не знаком. Вне всяких сомнений, это магический барьер. Можешь ли ты его открыть? Ты можешь сделать это и сам. Для этого есть специальное заклинание. У меня есть с собой парочка свитков. Внутри происходит столкновение с непонятными людоящерами. Видимо, под недрами острова проживает древняя протоукро-органианская нация, но живет тупо на ныкичах, ибо мы обнаруживаем их только сейчас. А потом еще и в других островных частях, где я тоже устроил геноцид, но это давайте я... Вот. У них даже маги есть! Ох! Именно рептилоиды и похитили друида, а мы же его освободили. Наконец-то. Мне уже стало казаться, что я никогда не выберусь отсюда. Я Элдрик. Почти все зовут меня Элдрик. И я благодарю тебя за то, что ты спас меня. Он очень благодарен и даже готов помочь в деле с диском, но только если кроме калоши больше никаких магов не будет. Маг? Нет-нет-нет. Я не работаю с магами. Если ты хочешь, чтобы я восстановил диск, я буду работать один. Ибо... С тобой. Принеси диск мне. И без мага в комплекте. Тогда я пойду в свою хижину. Что? Какая нелепость. Именно это ты скажешь Инквизитору, если Элдрик откажется помогать. Ладно, ладно. Какая глупая заносчивость. Я тут вообще остров спасаю за спасибо с колбасой. Друид возрождает кристалл, но при условии, что герой будет аккуратен с Инквизитором. И если узнает, что находится внутри горы, то сразу даст знать друиду. Потому что его чуйка пропатчена. И уже прямо сейчас он чувствует, что все у нас пойдет по одному известному пути. В сторону не особо приятного места. Челябинска. Третий диск на руках. Осталось совсем немного. Да. Теперь уже можно спокойно идти в сторону храма, куда отправились люди Дона. Как вы можете догадаться, дела ужасны. Люди Дона потерялися. Это полная фиаско. Братан. Это катастрофа. Финчер сказал, идите в восточный храм, принесите все, что найдете. И вот группа направилась в эти развалины. И никто не вернулся. Ситуация такова, что на раскопке были наняты три брата-акробата. Но сам храм оказался настолько хитрожопным, что два брата были скушены храмом, и теперь непонятно где. Что с тобой случилось? Я идиот. Я работал на стене со своей киркой. Махал ей, как проклятый. Часть стены обвалилась, я пытался увернуться и свалился сюда. Просто полный идиот. Один братишка чилит в канализации, и без помощи вообще не выбрался бы, досидел бы в фекалиях. А другого чудовища застали врасплох. Благо ему удалось заныкаться в секретной комнате. Но эта комната софт локнулась. И короче, без нашего лишайного приколиста, этот горе-археолог тут в бустурму превратился бы. Ну надо же как-то выживать, верно? Если б я знал, что тут кругом эти твари... Вообще, по идее, все решилось бы куда быстрее, но локальный боец Болотный оказался не просто Сыкичим, а Гондоначем. Мне нужна твоя помощь. Мне нужно знать, что происходит в храме. Если ты действительно собираешься изображать героя, ступай. Я не стану тебя задерживать. Но не рассчитывай, что я пойду с тобой. Я тебя об этом и не прошу. Наоборот, оставайся тут, чтобы ничто не вошло внутрь вслед за мной. Ладно, так и сделаю. Останусь тут. Эй, что ты здесь делаешь? Ты должен был меня прикрывать. В тоннеле был какой-то шум. Я решил, что они добрались до тебя. А я следующий. Шум? Это был я. Я тут сражался. А что делал ты? Я... я был... Ты не можешь меня упрекать. Тут постоянно убивают людей. Благо, у нас была возможность его обобрать до трусов. Ох, приятно. До конца данного квеста осталось совсем немного. Ну как немного? Немного, да не немного. Дело в том, что с получения последнего диска нам поможет Петти. А точнее, нам поможет помощь ей. Так, Петти. Пора нам поговорить на чистоту. Что там такое в письме твоего отца? Если я тебе что-то рассказываю, значит я тебе доверяю. И поверь мне, меня лучше не предавать. Дело вот в чем. Когда я сказала, что отец на острове, я имела в виду, что он был на острове. Значит, он уже не здесь? Нет, не думаю. Но я уверена, что он здесь что-то оставил. И любой мерзавец на острове готов убить свою мамочку, чтобы это получить. Она готова к следующему этапу поисков своего ботянина. Трабл в том, что без нас она не справится, ибо сокровища пытаются найти люди Романова. Ох. И далее Положняк оказывается таким. Выкопав один из сундуков, становится понятно, что ничего вообще не понятно. Стальная Борода очень сильно намудрил со сложностью поиска сокровищ. Хм. Оказывается, отец спрятал на этом острове большую часть награбленного за долгие годы золота. Оставленные им подсказки должны нас к нему привезти, если мы их найдем. Пират закопал свое сокровище. Но кто бы мог подумать. Сейчас наш лысый няшмяш должен будет оббежать весь остров и откопать несколько рандомных сундуков. Но ты которых, кстати, сокровищ не будет, но будут подсказки для дальнейшего этапа поиска пиратского добра. Параллельно со всем этим за нами наблюдают ребята Романова и даже помогают с поиском некоторых подсказок. Ох уж эти многоходовочные хитрожопые пираты. В каждом из сундуков находится записка от ссанной бороды, содержащая заметку о том или ином товарище, которого пират угробил во время ныкания своего хабара. Это, считай, прямо-таки дневник Анны Франк, только если бы у нее была цинга. С этими же записками надо причапать Петти, но походу до нее уже успели добраться люди Романова. Эй, если хочешь еще раз увидеть Петти, давай без глупостей, Усек. Без глупостей? Островного хитмана отводят глав пирату и тот поясняет, что сейчас будет. Самый момент тебе попробовать убить меня. Из-за подсказок о сокровище стальной бороды. Поверь мне, если бы я мог, так бы и сделал. А что тебе мешает? То, что лишь вы с Петти знаете, как избежать ловушек стальной бороды. Они нашли сокровище сукролозной бороды, но, как оказалось, тот суродил хитрые ловушки, которые уже успели укоротить его команду на одну голову. В итоге герои дают два выбора на выбор. Либо помогает загробаться сокровища он, и тогда они скажут, где Петти. Либо же не помогает, и тогда Петти помрет с голоду в сырости и холоде. Где бы она там ни была. И все бы ничего, Дароманов не учел того факта, что лысый Чикатило по натуре тот еще манчикен. И пираты для него не более, чем фласки с экспышкой. Жаль, жаль. Я думал, ты умнее. Угрожать лысому магу, который в одну хаде 70% островной живности убил, это надо быть тем еще андеграундным разумистом. Наконец-то можно разобраться с сокровищем бороды, чья загадка сокровища не так уж и сложна. Тут несколько могил с разными именами, и в каждой могиле сундук. Открыть надо лишь тот сундук, лежащий в могиле того челика, который в записках бороды не отмечен. Правда, по итогу главным сокровищем оказалась еще одна карта. Которая показывает, где и на каких островах борода на самом деле закопал сокровища. Ну и еще плюс тут немного налички золотой. И последний кристальный диск. Оу-е-беби. Теперь же я, по идее, как Фуфел, должен грустить, что угробил Петти, ибо так и не узнал, где ее держат. Однако, на деле, она сидит буквально недалеко за дверью, которая почему-то совсем не открывается отмычками, но зато легко отколупывается ключом Романова. Ой, а вот и Петти. О, спасибо. Похоже, пришлось изображать из себя принцессу в беде. А я тогда кто? Герой или дракон? Ты мудак, ебаный! Леденец-колдунец спасает даму, отдает ей карту, а взамен получает обожание и все найденные в том сундуке монетки. Вот, мне удалось загробастать карту Стальной Бороды. Правда? Ты хоть представляешь, насколько эта карта ценная? Ну, поскольку это пиратская карта, то тут явно не лужайки для пикника обозначены. Точно. Отец отмечал тут все острова и страны, которые он посетил за долгие годы странствий. Каждому из этих мест он спрятал золото. Карта могла попасть в руки кому угодно. Спасибо, что ты принес ее мне. Ты приличный парень. В отличие от большинства остальных. Уверен, ты в жизни далеко пойдешь. Ты не дурак. Я вижу это по твоим глазам. Наверняка ты хочешь заработать пригоршню золотых монет, не так ли? Пиратка же пока что отправляется в Карпортаун и будет дальше разливать алкашам напитки в своем баре, ибо с острова пока что пути нет. Увы и ах. Теперь же, когда у нас на руках сидиски, можно спокойно идти и вскрывать гору. Ребята-инквизиторы уже готовы к ужасам, которые могут там поджидать. Ну, а мы на этом пока что заканчиваем данную серию приключений лысой бездарности на острове приколов юмористических. Заранее вас предупреждаю, что следующий ролик будет абсолютно финальный. Судьба острова решится, а вы же узнаете, каков будет конец. Крепким и грандиозным, как гениталий инквизитора, или вялым и грустным, как сфинктер Дона и Стабана. Скоро вы все это узнаете. До скорых встреч, дорогие мои друзья. Пока. Они пришли из вулкана. Так их там еще много? Думаю, слишком много. Значит, нужно подготовиться. Похоже, план инквизитора Мендоса сработал. Но боюсь, что в стремлении спасти нас он мог погубить нас всех. Эй, эй! Ты настоящий? Хочешь грибов? Я, Урсигор, властелин над всеми титанами. Здесь власть моя и место мое. Человечество на грани гибели. Забудь ты о жалкой кучке людей на этом острове. Наступает время принять отважное решение. А ты норовишь сбежать, поджав хвост. Наконец-то живая плоть после стольких лет. Субтитры создавал DimaTorzok